Добро пожаловать на воскресную программу в храме Шиши Гаур-Нитай. Я очень рад, что мы с вами здесь сегодня. И Шрила Прабхупада основал воскресный фестиваль, чтобы мы все вместе собирались в этот день и прославляли славу Кришны. Шрила Прабхупада называл это праздником воскресной любви. Это означает, что мы чувствуем любовь Кришны и любовь преданных. Кришна говорит о том, что делают преданное, когда они собираются вместе. Мы не обсуждаем политику. И мы также не обсуждаем способы, как можно заработать больше денег и устраиваться в материальном мире получше. Но нашей главной целью является обсуждать Кришну. Бхагават Гития Кришна говорит, тот, кто поймет природу моего трансцендентного явления и деяний, никогда больше не придется возвращаться в этот материальный мир. Но такой человек возвращается в Мой вечный обитель. Кришна поэтому говорит, что когда преданные собираются вместе, они обсуждают деяния Кришны. Различные его лилы, деяния и качества. И поэтому преданные также чувствуют, как проявляются два очень важных качества. Это те два качества, которые весь мир пытается получить, так или иначе. И что же это за два качества? Как вы думаете? Душьянтича, Рамантича. Сатисфакшн и счастье. Скажите, вы все хотите быть удовлетворенными? А вы хотите быть счастливыми? Да или нет? А скажите, сколько из вас сейчас по-настоящему счастливы? Поэтому мы пытаемся стать счастливыми, но, может быть, нам еще не до конца это удалось. Мы пытаемся быть удовлетворенными, но пока мы еще не удовлетворены. Потому что материальный мир таков. Независимо от того, сколько у вас есть, вы все равно хотите еще и еще и еще. Разве не так, если у вас есть Samsung S5, вы хотите Samsung S6? Если у вас есть Samsung S6, вы хотите Samsung S7? Если у вас есть Samsung S7, вы хотите Samsung S8? Если у вас есть Samsung S6, вы хотите Samsung S7? И так далее, и так далее, и так далее. Мир постоянно буквально бомбардирует вас различными обретениями, которые вы хотите все больше и больше и больше. Но если вы не будете довольны тем, что у вас есть, вы никогда не обретете полное удовлетворение. Это поэтому именно у всех всегда несчастны. Почему люди обычно печалятся? Они несчастливы, потому что они хотят получить то, что есть у других, а у них еще нет. Но единственный способ, как можно на 100% утвердиться в постоянном счастье, когда мы, частички Бога, связаны с Господом или со в целом. Частность частички проявляется в том, как она связана с в целом. Рыба всегда счастлива в воде. Много лет назад в журнале «Обратно к Богу» напечатали замечательную статью. Если вы возьмете рыбу из воды и поместите ее в самую-самую дорогую машину, которую можно себе представить с различными функциями, такие как стереосистема и система контроля температуры воздуха. Скажите, рыба будет счастлива, если вы ее напоите самой лучшей водкой? А скажите, рыба будет счастлива, если ее нарядите в самые дорогие одежды? На самом деле, можно с этой историей посмеяться, но это очень поучительно. Рыбе ничего не нужно, кроме воды. Рыба может всю вечность испытывать различные способы, как себя счастливы, но если она не будет в воде, то в конце концов она погибнет. Но мы природой, по природе живое существо всегда пытается обрести счастье, но иногда мы уподобляемся ослам. Пожалуйста, никто не обижайтесь. Но вы сейчас поймете, почему я привожу такой пример. Скажите, пожалуйста, как на самом деле работает осел? Ослу приходится носить на себе очень тяжелую тяжесть. И владимир сосла говорит, вот если столько за день пронесешь, я тебя накормлю вот таким количеством травы. Но ослу не вдомек, что на самом деле есть целая простор и сочная трава. Ему даже не надо трудиться для того, чтобы ее заработать. Она бесплатная. Мы поэтому пытаемся обрести счастье различными вариациями, но мы никак не поймем, что на самом деле счастье находится внутри нас. Нам не надо пускаться на поиски счастья в различных материальных проявлениях. Господь уже дал нам счастье внутри нас самих. Любовь, чистая любовь Господа, вечно располагается в сердце живого существа. Поэтому, слушая о славе Кришне, вам нужно пробудить в своем сердце любовь к Богу. Вот сегодня, например, солнечный день. Но иногда солнце затягивает темные тучи, у вас сразу же падает настроение. Так точно в нашем сердце светит солнце, но его покрыла тьма иллюзии. И также покрыла желание наслаждаться отдельно от Господа. А когда мы начинаем слушать о славе Господа Кришны, то постепенно в нашем сердце развеиваются тучи и проясняются ясные лучи солнца. И сегодня мы обсудим одну очень интересную игру. И эта история очень поучительна. Вы с нее можете вынести очень много важных моментов, и также она приблизит вас к Кришне. Как мы знаем, Кришна чуть больше десяти лет жил во Вриндаване. Потом он поехал в Матхуру. А потом, после того, как он жил в Матхуре, он установил город Двараки. И на самом деле он сам создал весь город Двараки. Господа знают как Дварака Диша, то есть, что означает царь Двараки. Но после того, как Кришна построил все царство Двараки, он на трон короновал отца Камса Уграсена, потому что он был полноправным царем. И Дварака процветала. Там не было конца богатства и красоте. У Кришны было множество дворцов. И был в Двараке такой житель, как его звали Сатраджит. И Сатраджит был великим преданным Бога Солнца. И он поклонялся Богу Солнца с огромной преданностью. И он каждый день особую Пуджу проводил Солнцу. И в ответ на такое великолепное поклонение, Господь Солнца ответил взаимностью и дал Сатраджит особый дар. И вот Сатраджит получил особый камень, который называл Камень Самян-Така. Разумеется, каждый драгоценный камень очень ценен, но этот камень был нам еще более ценный, чем все обычные драгоценные камни. Каждый день этот камень Самян-Така производил 108 килограмм золота. И это ведь огромное количество золота, не правда ли? Вы можете себе представить, каждый день 108 килограмм золота. А вы скажете, Прабу, это преувеличение. Но об этом говорится в шастрах, поэтому это не может быть преувеличением. И где бы ни находился этот камень, там никогда, это место никогда не затрагивали ссоры, или там никогда не было болезней, других негативных вещей. Вы можете себе представить, насколько был привязан Сатраджит к этому камню? Этот камень был очень драгоценным, поэтому он был к нему очень-очень привязан. Кришна там же был в Двараке. И поэтому Кришна сказал Сатраджиту, на самом деле, не у тебя должен быть этот камень. Потому что этому есть две причины. Во-первых, все самое лучшее в царстве принадлежит царю. И Кришна сказал, но во-вторых, ну, для твоего собственного блага не таскай за собой везде этот камень. Потому что для твоих собственных соображений безопасности, каждый может тебя убить ради этого камня и для того, чтобы его похитить. Лучше, чтобы царь защищал этот камень всей своей армией. Но что происходит, когда вы к чему-то слишком привязаны? Вы не слышите добрых советов. Когда у вас что-то драгоценное есть, вам кажется, что все вокруг вас, люди во всем мире хотят заполучить то, что у вас. Сатраджит сказал, да нет, я не буду дать эту джуэлл к кому-то, он будет оставаться с мной, потому что это джуэл для меня, я не буду дать Угра-сен. И Сатраджит сказал, да ни за что на свете, я никому этот камень не отдам, этот камень принадлежит мне, не буду я его отдавать Угра-сен. И Кришна ему сказал, ну что ж, не слушаешь моих советов, ну это твои дела. И у Сатраджита был брат по имени Прасена. И у Сатраджита был брат по имени Прасена. И Сатраджит с Прасеной додумались до того, что говорят, наверное, Кришна хочет заполучить этот камень. Мои дорогие друзья, вот так всегда думает наш ум. Когда вы к чему-то слишком привязаны, вы можете даже обвинять Кришну, Верховного Личность Бога, и обвинить Его. И Сатраджит подумал, вот у меня такое богатство, у меня такой замечательный камень, должно быть Кришна мне позаведовала, хочет у меня этот камень отобрать. И Сатраджит подумал, что, наверное, Кришна сейчас разработает стратегию, как выкрасть у меня этот камень. Как вы думаете, Кришне нужен был этот камень? И сколько из вас думают, что Кришне нужен был этот камень? А сколько думают, что нет? А почему? Почему? Кришна is self-sufficient. Да, Кришна самодостаточен. It is said, what is that? Кришне служат миллионы и миллионы лакшми и гопи. И зачем ему нужен этот несчастный камень? He doesn't need, he has his abode, which is filled with unlimited precious jewels, чинтамани. Обитель Господа наполнена бесценными камнями, чинтамани. И Кришне, конечно же, не нужен был этот камень Сатраджита. Но Прасена сказал, дорогой брат, мы с тобой распишем план. Я буду носить этот камень на шее. Так, чтобы этот камень не был ни у кого, кроме меня. И каждое утро я буду к тебе приходить, снимать этот камень, ты будешь проводить этому камню пуджа, а потом я опять буду носить его у себя на шее, чтобы никто ни в коем случае нас этот камень не отобрал. Сатраджит сказал, отличный план, давай его воплощать в жизнь. И Прасена надел этот камень и решил ним похвастаться. Потому что какой прокс в ценных вещах, если никто это не может у вас увидеть? Поэтому, если у вас есть что-то ценное, вы хотите это показать людям, чтобы люди охали и ахали, говорили, какой у тебя замечательная вещь. И вы говорили, да, да, и от этого вам становилось только приятнее. И вот Прасена надел этот камень, вышел на улице, и все люди буквально глазели на этот камень, потому что от него исходило огромное сияние. И Прасена отправился на охоту. Мы немного продвинемся вперед в этой истории. И вот он отправился на охоту, и он охотился на льва, и, похоже, все закончилось тем, что лев на него напал. Убил Прасену. И забрал камень драгоценный. И пошел себе дальше в джунгли. А Сатраджит в Двараке ждал возвращения Прасена, уже подходило время Пуджи, и он не мог взять в толку, где же его брат. Как вы думаете, о чем он подумал? Кришна похитил камень. Надо найти моего Прасена, где же мой брат. И вот Сатраджит со своими приспешниками отправился по всей Двараке разыскивать камень. И вот в глуши этой джунгли нашли мертвое тело Прасена и его лошади. И немного поудали увидели отпечатки лап льва. И похоже на то, что лев забрался в пещеру. И потом они все вернулись в Двараку и выразили свое мнение, что они убеждены, что должно быть что-то пошло не так, и Кришна приезжал руку к исчезновению этого камня. Кришна в детстве воровал масло, и похоже эти его нехорошие склонности проявились опять, и теперь он стал воровать камни. И Кришне надо было оправдать себя и доказать, что он не делал этого. Даже Кришну обвиняли несправедливо. Иногда мы думаем, нас несправедливо обвиняют, что за такой несправедливый мир. Но посмотрите, даже Кришну обвинили без оснований. И вот Кришна тоже отправился в джунгли, увидел сначала мертвое тело Прасены, потом лошади, а потом отпечатки лап льва и еще пещеру. И Кришна сказал Двараку, то есть жителям Двараки, пожалуйста, ждите меня возле этой пещеры, а я пойду внутрь и разберусь со всем. А если я через день не вернусь, возвращайтесь все в Двараку. И вот жители Двараки с замиранием сердца посмотрели, как Кришна входит в пещеру. И когда Кришна вошел в пещеру, он видел, что прекрасная юная девушка играет этим драгоценным камнем. И Кришна сказал, верни мне этот камень, он принадлежит мне. И эта маленькая девочка считала этот драгоценный камень своей игрушкой, поэтому, когда Кришна попытался у нее забрать, она стала плакать. Иногда, когда мы пытаемся забрать что-то у маленьких детей, они начинают плакать, и что потом происходит? Сразу же приходит отец и говорит, вы почему обижаете моего ребенка? И вот, когда эта девочка расплакалась, пришел ее отец. А кто был ее отцом? Кто знает? Джамбаван. Да, ее отцом был Джамбаван. Это был герой Рамайаны. Он был очень великим преданным и могущественным воином. Но еще в Трета-югу, в Рамайане, он говорил, я такой уже старый. Вы представьте себе, насколько он постарел к Двапара-юге. Он был очень старым. Но он был очень сильным. И Джамбаван. И вот Джамбаван подошел к Кришне и сказал, ты почему обижаешь мою дочь? Я нашел этот камень, я дал ее, и она ним играет. Зачем ты у него забираешь? Зачем ты у нее забираешь этот камень? А кто знает, в каком теле пребывал Джамбаван? Он был в теле медведя. И поэтому Джамбаван сказал, я сразился с этим львом, убил его, забрал камень. Теперь камень наш. Чего ты забираешь у нас этот камень? Вы можете задать вопрос. Если Джамбаван был таким великим преданным Господа, преданным Рамачандры, Почему же он не узнал в Кришне Господа Рамачандру? Потому что Джамбаван в то время очень сильно разгневался. Когда вы очень гневаетесь, вы не можете разглядеть Господа. И Джамбаван бросил вызов Кришне и сказал, давай сражаться. Вначале они сражались словами. И вот так они и сражались. А Кришна всегда не против посражаться. И когда ему попадается хороший оппонент, он только радуется. Я имею в виду, что другие демоны, которые пришли, они как маленькие инсекции перед Кришна. Кришна просто дает один пинок, и все, они не выпустили дух. И нет никакого веселья. Но Кришна посмотрел и сказал, что Джамбаван наверняка очень хорошо, мы с ним повоюем. И вот они стали биться в рукопашную различным образом, перекладывали друг друга со спины на спину. Вы представьте себе, Джамбаван был очень-очень старым. И тем не менее, Кришна не мог его победить сразу. И вот Дварака в это время ждали у пещеры, и уже прошел целый день, и Кришна не вернулся обратно. Они очень сильно переживали и подумали, что, наверное, что-то пошло не так. И они опечалены и вернулись к Двараку. И вот Кришна сражался, и говорится, что сражались они с Джамбаваном 27 дней. И когда они сражались, силы их все увеличивались и увеличивались. И они сражались еще больше яростью. Они друг друга ударяли, кусали, и занимались еще чем угодно. И вот Джамбаван на 27-й день подумал, что, ну так долго я еще ни с кем не сражался. Обычно они не выживают. Должно быть, я имею дело с Верховным Господом. Иногда, знаете, в комиксах рисуют такое облачко, что вдруг кому-то приходит мысль в голову. Так вот Джамбавана тоже осенила. Должна быть, это Верховная Личность Бога. И как только он это осознал, он сразу же вспомнил о том, что он преданный Господа. И после этого он сразу же предался Господу и сказал, О мой Господь, пожалуйста, прости меня. Как же я мог обо всем позабыть, и почему я такой бесполезный и несчастный? Что уж говорить об этом камне. Тебе принадлежит все-все во всех трех мирах. Ты источник всего. И Джамбаван мучила совесть за то, что он сражался с Господом. Знаете, когда вы чувствуете вину по отношению к кому-то, вы хотите как-то исправить эту ситуацию по отношению к тому, кого вы оскорбили. И Джамбаван думал, что же можно сделать для Господа? Он подумал, что самое дорогое в своей жизни надо отдать Господу. Вот сознание Кришны. Господу предлагать надо самое дорогое в вашей жизни. Не надо его пичкать ненужными вещами. Один человек узнал о том, что важно раздавать милостыню. И вот Господь вдохновился благодетельствовать Господа. И он подумал, ну хорошо, буду отдавать 50% всего, что зарабатываю, на благотворительность. И вот прошел месяц, и ему надо было уже отдавать 50% заработанных денег Кришне. Решение принять-то сложно, вот его воплотить в жизнь очень... Решение принять очень просто, воплотить его в жизнь сложно. И человеку этому было очень не по себе. Он говорит, я так вот трудно, так тяжело трудился, а теперь 150% Кришне отдавать. В материальном мире люди склонны обманывать. Они даже Бога хотят обмануть. А как вы можете Бога обвести вокруг пальца? Господь говорит, я лучший игрок среди обманщиков. Вы Кришну не можете обмануть. Но этот удалец думал, что ему это удастся. И он пошел к Кришне, и сказал, Кришна, ну вот я столько заработал. А я это подброшу. А то, что будет вверху, это твое, а то, что упадет на землю, это мое. А вы не можете Кришну так обманывать. Это не сознание Кришны, это обман. Но Джамбаван был великим преданным Господу, и он хотел отдать Господу самое дорогое, что у него есть. А что для него было самое дорогое? Его дочь, которая играла этим камнем. Ее звали Джамбавати. И поэтому Джамбаван смиренно сложными руками спросил у Господа, О Господь, пожалуйста, примешь ли ты мою дочь в жены? Кришна сказал, да, хорошо. Потому что все принадлежит Кришне. Всем, каждый жена Кришны. Кришна is the only enjoyer, and every single living entity is to be enjoyed. Кришна, единственный наслаждающийся. А все живые существа предназначаются для того, чтобы радовать Господа. My wife is saying, adding, и she's adding, enjoyed by Krishna, not by us. И Мата Джакишори, жена Прабу, добавляет, что надо, чтобы Кришна наслаждался каждым, не нами. И вот Кришне досталась и красивая жена, и камень вернули ему тоже. А Кришна изначально может одновременно делать очень много вещей. Сейчас очень популярно уметь делать много вещей одновременно, но вы сейчас увидите, что Кришна изначально может справляться со всем одновременно. И вот Кришна вернулся в Двараку не просто с камнем, а еще и с красивой царицей. Кришна вернул драгоценный камень Сатраджиду. И Кришна сказал, Сатраджид, ты меня неправильно понял, вот возьми свой камень, и он рассказал ему все как было. И Сатраджид не находил себе места от того, что он неправильно понял Кришна. И Кришна и Сатраджид было очень-очень не по себе, он очень был печален тем, что он неправильно понял Кришну. И поэтому Сатраджид спросил, скажи его, Господь, как можно искупить то, что я натворил? У Сатраджид тоже была красивая дочь. Ее звали Сатья Бхама, очень известная царица. И вот Сатраджид пришел к Кришне и сказал, О мой Господь, пожалуйста, прости меня за то, что я тебя неправильно понял. Скажи, принимешь ли ты в жену мою дочь? И вот Кришна пошел за камнем, а вернулся не просто с камнем, а с драгоценными камнями, двумя прекрасными женами. Кришна изначально умеет делать много чего одновременно. Он может обрести, достичь многих целей лишь в одной игре. И, кстати говоря, также он очистил свое имя, и больше никто его ни в чем не обвинял. Вот такие великолепные игры Господа Кришны, которые захватывают нас. А сейчас мы услышим о благословении которого, которое получает тот, кто слушает этой лилии. В Шимат Бхагаватам говорится, любой, кто слушает эту историю, пересказывает или рассказывает, или читает, очень скоро в его жизни не будет места недопонимания. Если вы не понимаете от каких-то девочек, и если вы читаете эту историю, то это недопонимание будет終わり. Если преданные как-то неправильно вас поняли, и если вы читаете эту лилу, то прояснится это недопонимание. И, несомненно, если вы слушаете о лилах Господа Кришны, вы получаете любовь к Богу. Шри Кришна Чандрабхагаван ки, Шри Рукмини Дваркадиш ки, Шри Саттвама Дваркадиш ки, Шри Джамбхавати Дваркадиш ки, Итайко Примананди. Thank you very much. Hare Krishna. This is the year we are celebrating as a thousandth birth anniversary of Shri Ramanujacharya. В этом году мы празднуем тысячелетие явления Раманujacharya. Thousand years back, this is the year when Ramanujacharya appeared on this planet. Именно тысяч лет назад Ramanujacharya появился на этой планете. So it is a very special year. Поэтому это очень особый год. So let us discuss some past times from Ramanujacharya's life. Давайте теперь обсудим лилы из жизни Ramanujacharya. Ramanujacharya was none other than Lakshman in the spiritual world. Ramanujacharya – никто иной, как Lakshman. Таково его сварупа в духовном мире. Or Balramji. Or Balaramji. Or Anantashesha. Or Anantashesha. И Ramanujacharya пришел специально для того, чтобы установить вишнавские принципы. So let us discuss these two past times from his life. Ramanujacharya was actually a very, very powerful Acharya. На самом деле Ramanujacharya был очень-очень могуществен. And he was staying in Shri Rangam. И он жил в Shri Rangam. If some of you have visited, you can see the beautiful deity of Ranganath in Shri Rangam. Если кто-то из вас бывал в Shri Rangam, то вы увидите там великолепное божество Ranganath. So many times the deity of Utsava Murti of Ranganath would go out in the evening for procession. Очень часто Utsava Murti и Ranganath выносят вечером на процессию. So Ramanujacharya and his disciples also would follow the procession. И Ramanujacharya с учениками также присоединялись к процессии. And people from all over the city, they would come and offer nice flowers and offerings to the deity. И люди со всего города собирались для того, чтобы предложить божество очень красивые цветы и другие подарки. So one day when such a procession was going on, Ramanujacharya and all the disciples were also part of the procession. But on the other side of the road, something very funny was happening. There was a man who was holding an umbrella. And he was holding an umbrella over a beautiful lady. And he would run wherever she was going, so that she is properly covered by the sun. And he had no interest. Everybody was laughing at him, but he was fixed in looking at that girl and protecting her from sun. It was a very funny sight. And all Ramanujacharya and his disciples also saw this. And then Ramanujacharya sent one of the disciples to this person and called him. And he was, you know, the disciple was calling him, please come, Ramanujacharya wants to see, but he was not even ready to listen. You know, he was trying to talk like this, like this, but this fellow was not interested in looking at anybody. And he was only interested in looking at the eyes of the lady and just taking care of the umbrella. And finally they got hold of him. And finally he got hold of him. He turned him and said, Ramanujacharya wants to meet you. He said, Ramanujacharya wants to meet you. And he said, what is the work? He said, no, he wants to meet you. He told that lady, you wait, you wait for fear, I'm coming. И он сказал этой девушке, ты тут подожди, а я пока схожу. И пошел встретиться с Рамануджи Ачари. И он склонил голову и сказал, пожалуйста, Ачари, скажи мне, что я могу для тебя сделать? А Рамануджи Ачари спросил его, ты получил даршин уцава мурти? А он сказал, какого мурти? Он сказал, Ранганадхан. О, простите, простите, еще не видел божество. Он говорит, да, поэтому я тебя и позвал. Он спросил его, чем та девушка настолько особенная, что ты даже на Господа смотреть не хочешь? И тут он сразу же понял, в чем дело, потому что Рамануджи Ачари говорил ему от этой девушки. Он сказал, у нее очень красивые глаза. У нее настолько красивые глаза, что я хочу смотреть только в них. Меня полностью очаровали ее глаза. И Рамануджи Ачари знал, что этот человек пребывает в глубокой Майе. И потом Рамануджи Ачари сказал, если я тебе покажу что-то более прекрасное, чем глаза этой девушки, ты перестанешь на нее глазеть? Он сказал, да, нет ничего красивее ее глаз. Рамануджи Ачари сказал, да, нет же, я тебе покажу, приходи сегодня вечером. Можешь завтра утром даже прийти в храм к Господу Ранганадхи. И этого человека звали Данурдас. И Данурдас пришел в храм. И в то время надо было проводить Шингар-Арати. И сам Рамануджи Ачари служил в алтаре. Если вы знаете, то Господь Сиранганадха — это спящая форма Господа Вишну. Это огромное божество. Практически в 9 футов. И над ним колобуки Ананта-Шеши. Обычно в Южной Индии в храмах царит кромешная тьма. Они не используют никакие виды светильников. И вот Рамануджи Ачари провел его внутрь алтаря. И загружил лампу. И потом он показал этому, человеку великолепные стопы Господа, потом его талии, его красивые глаза. И он сказал, посмотри внимательно в его глаза. И когда он видел глаза, он полностью пленили глаза Господа Раманганадхи. И он сказал, ничего более красивого в своей жизни не видел. И с тех дней Данурдас стал преданным. И Рамануджи Ачари сказал, позови эту девушку тоже. И Рамануджи Ачари сказал, а теперь женись на ней. И он также дал ей посвящение. И все они, и эта семейная пара прожила очень достанную жизнь в Гриха Схарашеме, в сознании Кришны. Из этой лилы можно понять то, как по милости Духовного Учителя человек получает Кришну. Только Духовный Учитель вызвавляет нас из тьмы Майи. Поэтому настолько важно служить Духовному Учителю и следовать его наставления. Есть еще одна лила в жизни Рамануджи Ачарьи. Однажды Рамануджи Ачарьи путешествовал вместе со своими учениками по святым местам. И они пришли в одну деревню. И там жили два ученика. Один ученик был очень богат, а другой ученик был очень бедным Браманом. И вот Рамануджи Ачарьи послал одного из своего учеников к богатому человеку и сказал ему, что «Приходите сегодня, что сегодня они придут на просады, их будет 25-30 человек». И вот этот богатый человек очень обрадовался, что его Духовный Учитель с учениками придут к нему в гости на просад. И посланник вернулся обратно к Рамануджи Ачарьи. Гуру Махарадж, можно к нему уйти на просад, в его дом? А Рамануджи Ачарь спросил один очень важный вопрос. Он спросил, как отреагировал этот богатый ученик, когда ты ему сказал о нашем намерении? И этот ученик посыльный сказал, что «О, Гуру Дев!» Этот ученик был настолько рад, что он сразу же пустился во все приготовления. А Рамануджи Ачарьи спросил, «Как он отнесся к тебе?» Он говорил, «Да нет, этот ученик насколько обрадовался, что ты придешь, что он позабыл, что я там есть». И Рамануджи Ачарьи сказал, «Нет, мы туда не пойдем». «А теперь отправляйся в дом к бедному ученику». И когда они пошли в дом к бедному ученику, муж не был дома. И там была жена этого ученика, Лакшми. И тогда этот ученик посыльный сказал, что «Гуру Махарадж придет, и также преданные хотят здесь почтить Прасад в вашем доме». Она была очень рада. Она была настолько счастлива, что сразу же предложила ему сиденье и воды. И потом сказала, «Пожалуйста, скажи Гуру Махараджу, пусть приходит, я уже все начинаю готовить». И когда этот ученик вернулся обратно к Рамануджи Ачарьи, то Рамануджи Ачарья задала ему тот же вопрос. «А как Ягнеша Лакшми, это было имя жены ученика, отреагировала, когда ты ей рассказала эти новости?» «А он сказал, что на самом деле в то время ученик пошел собирать милости, но его жена была очень счастлива, и она меня хорошо приняла». И Рамануджи Ачарья сказал, «Хорошо, пойдем к ней в гости». Поэтому важно, очень важно, хорошо относиться не только к духовному учителю, но также к нашим духовным братьям и духовным сестрам. И Лакшми очень сильно беспокоилась из-за того, что они были очень бедны. у нее не было денег, и продуктов, из чего приготовить, не было. И мужа не было дома. А в той деревне жил еще один богач, и он всегда привлекался Лакшми. Он много раз подходил к Лакшми для того, чтобы наслаждаться ею. Но Лакшми была очень целомудренной женой, и никогда на него не смотрела. Но в тот день она пошла к нему для того, чтобы попросить пожертвования. Она спросила бы, «Ты можешь, пожалуйста, дать мне пожертвования и дать мне продукты, из чего можно было бы приготовить, потому что ко мне сегодня приходят в гости к Гуру с учениками на обед». Он был очень счастлив. Он сказал, «Да, бери, что хочешь». Но сегодня вечером ты должна ко мне прийти. И она очень смиренно забрала все продукты и пошла готовить обед для духовного учителя и своих духовных братьев и сестер. И она приготовила очень замечательный пир. И когда она закончила готовить, ее муж Ягнеш пришел домой. И он был очень рад, чтобы видеть его святой мастер и так много богатого брата в его доме, и он был очень рад, что к нему в дом на Прасад пришли духовные братья вместе с духовным учителем. И Ягнеш и Лакшми очень счастливо служили им. И Ягнеш спросил жену, «Откуда у тебя все это?» Она очень смиренно сказала, что «Мне вот пришлось сегодня так поступить». И Ягнеш сказал, «Давай поговорим с Гуру Махараджа». И Ягнеш и Лакшми рассказали Рамануджа Ачарии, что произошло. И ягнеш и Лакшми рассказали Рамануджа Ачарии, что произошло. И immediately Рамануджа Ачария, from his plate, gave some Maha Prasad to Lakshmi. И Рамануджа Ачария дал Maha Prasad Lakhshmi в своей тарелке. И он сказал, «Возьми этот Прасад и отдай его тому недостойному человеку». И она пошла в его дом с Махапрасадом. Он очень был рад и ее поджидал. И она сказала, «Вот мой Гуру Махарадж передал это для тебя». И он сказал, «Хорошо, хорошо, я вкусил это». И как только он вкусил Махапрасад, у него сразу же поменялось сознание. И он понял, что он совершает огромную ошибку. И он пал ниц перед Лакшми. И сказал, «Пожалуйста, прости меня». Я очень сильно ошибся. Я очень виноват. «Мне очень жаль, пожалуйста, могу я встретиться с твоим духовным учителем?» И потом она привела этого человека к Рамануджа Ачарии. И Рамануджа Ачария одарила его своей милостью. И из этой лилы можно понять, что Ягнеш и Лакшми были готовы сделать все, чтобы порадовать духовного учителя. И из этой истории можно сделать вывод о могуществе служения духовному учителю. Потому что если мы служим духовному учителю, это может поменять все. И я хочу наконец рассказать одну короткую историю. Это случилось два или три года назад. Это дело было в Калькутте. И в храме Искон один преданный делал свою работу вечером. Ему позвонили. Там на телефонном проводе была Матаджи. И она сказала, что я не преданный Искон, но я живу в Калькутте. Она сказала, что я не преданный Искон, но я живу в Калькутте. И моя мама, она преданная Кришне, и она уже на смертном удре. И она уже скоро будет оставлять тело, поэтому перед смертью хочу ей показать картинку с изображением Кришны. А у нас дома нет таких изображений. Я отправлю мою машину, и можете мне, пожалуйста, передать эту картинку с Радой Кришной? И он сказал, что хорошо. И он сразу же пошел в магазин подарков при храме для того, чтобы купить фотографию Ширадха Говинда. Потому что это божество в храме Калькутте, Искон. Но он очень удивился тому, что в магазине не было изображений с Радой Ковиндой. И он передал водителю, который приехал за изображением картинку, изображение Ширада Шимасундара из Вриндавана. И несколько дней спустя ему позвонила та же женщина. Она сказала, спасибо большое, что поставили нам это изображение. Когда моя мама лежала на кровати, то я повесила на потолке над ее головой это изображение. И она постоянно смотрела на Раду Шимасундару. И она оставила тело, когда она смотрела на Раду Шимасундару. Но она сказала, я вам хочу что-то рассказать. Она сказала, что моя мать была очень высокопоставленной женщиной штата, принцессой штата. И она знала Шила Прабхупаду. И когда Шила Прабхупада был во Вриндаване, она навещала его. И в то время Шила Прабхупада строил храм Кришна Баларама. И Шила Прабхупада знал, что она принцессой штатксарской семье. Поэтому Шила Прабхупада попросила пожертвовать что-то для обустройства Искон в Вриндаване. И именно она пожертвовала божество Раду Шимасундары Шиле Прабхупаде. И когда об этом услышал президент храма, то он сказал, она пожертвовала деньги для того, чтобы купить божества Шиширада Шимасундар. И они пришли для того, чтобы вернуть ее в Духовный мир. И это не было случайным совпадением. Мы должны понять, что какое бы мы служение не совершали Шиле Прабхупаде или Божествам, Господь Кришна очень доволен этим. И Кришна всегда отвечает взаимностью. Шила Прабхупада всегда отвечает взаимностью. Поэтому никогда не нужно чувствовать себя депрессивно в нашей духовной жизни. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы наилучшим образом служить Гуру и Кришне. Потому что когда мы отдаем что-то Кришне двумя руками, Кришна отвечает нам взаимностью тысячами рук. Поэтому нужно понять, насколько важно всегда следовать наставлениям Гуру и Кришне. В духовной жизни никогда нет потерь. Духовная жизнь всегда приносит только благо. И мы должны в этом быть убеждены. Никогда нет потерь на пути в сознании Кришны. Вы никогда не потеряете, если вы послушаете хоть одно мгновение Кришне или если вы сделаете для Него что-то очень даже незначительное. Поэтому, что бы вам ни говорил ваш ум, да или нет, вам все равно нужно приходить в храм, служить Божеством и преданным. Потому что это единственное хорошее, что останется у нас под конец жизни. Я врач, поэтому я сталкиваюсь со смертью очень часто. В момент смерти вам нужно отказаться от всего. И иногда родственники очень просят, доктор, пожалуйста, сделайте так, чтобы он прожил еще день, два, еще год, но ничего невозможно сделать. Вам нужно все здесь оставить. Включая ваше драгоценное тело. Единственное, что у вас остается, это преданное служение. Святое имя, которое вы повторяли. Поэтому, пожалуйста, не тратьте человеческую жизнь. Повторяйте Харе Кришна и совершайте преданное служение. Харе Кришна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...